Молитва Молитва Отец Небесный Поднимая эту корзину перед Тобою, Аба, мы верим, что Ты не только являешься Творцом и Целителем, Ты Создатель всех нас. Ты тот, кто видит наше настоящее, прошлое и будущее. Ты тот, кто выходит навстречу. И когда у нас нет выхода, Господь, мы обращаемся к Тебе, даже в самом малом. И сейчас записаны здесь те нужды, которые мы представили перед Тобою. То, что мы написали рукой, мы помним, что Ты есть Бог, Бог, отвечающий на наши просьбы. Мы просим, чтобы Ты вышел навстречу и помог нам в наших обстоятельствах во имя Ишево из Назарета. Аминь. Я хочу еще раз поприветствовать Вас и сказать «Шаббат шалом», потому что я посмотрел, так заметил, что каждый, кто сегодня выходил, первое, что они делали, говорили «Шаббат шалом». Потом опять «Шаббат шалом», опять «Шаббат шалом». О, хорошо. Мы научились, что в эту субботу, пускай Божий мир, он останется с Вами. И мы хотим это. Мы хотим, чтобы Божий мир, он всегда присутствовал в нашей жизни, что является частью, наверное, нашего естества. Мы хотим, чтобы наша жизнь проходила мирно, спокойно, чтобы нас никто не трогал, чтобы моя хата была с краю, чтобы никто ничего у меня не взял, чтобы мне спалось спокойно. Я вспоминаю нашу сестру, одну, которая начала ночную молитву у себя дома, и вдруг она начала мне говорить «Рэба, что происходит?» Была вроде бы нормально, начала собирать у себя дома молитвенную группу ночную, и вдруг уже мне пятый раз взламывают мою квартиру и врываются, что-то грабят меня. Говорят, нечего уже нести, но все равно пытаются вынести. Я говорю, держись. Так бывает со всякими, кто хочет следовать за Богом. И я понимаю, что наш мир, в котором мы живем, он иногда нас смущает, потому что мы живем в таком мире, где нет рамок, где на самом деле люди пытаются расширить свои рамки познания в светских учреждениях, познания, может быть, технологий сексуальных и так далее и тому подобное. Я верю, что мы живем непростое время, но также мы живем очень хорошее время. Хорошее почему? Потому что у нас есть жизнь, в первую очередь. У нас есть состояние в том, что завтра будет лучше, чем сегодня. Я помню, как у нашего лидера пославления Сережи была ситуация с кишечником, он лежал в больнице. Мы пришли его навещать и спрашиваем, ну как дела? Доктор сказал, что у меня лучше, чем вчера, но хуже, чем завтра. Понимаете, да? Вот такой вопрос по-еврейски. Будет всегда лучше. Что-то произойдет завтра и лучше. Мы с вами стоим на пороге больших перемен. То, что мы ожидали и ожидаем. Мы стоим на пороге, но еще не вошли туда, что мы хотим получить от Бога. Мы ждали, например, фестиваль, который у нас был в прошлом сентябре. Мы его ждали, мы к нему готовились, мы были участниками его, и он прошел. Потом мы ждали Хануку, и она прошла. Сейчас будет Пурим, и он пройдет. Знаете, я говорю об этом, потому что весь мир ускоротечен. Каждый из нас понимает, что время уходит от нас. Мы смотрим на минуту, за минутой приходит час. Час за часом уже день. Через день ко дню уже неделя. Через неделю смотришь уже и Новый год. Да, приходит. Время бежит. Но я не говорю о том, что так нам не хватает. Мы все понимаем, что нам не хватает времени. Мы еще вчера вроде бы ходили в школу, а сегодня мы уже отцы, бабушки, дедушки, прадеды. Еще вчера мы отмечали какие-то праздники, сегодня мы уже проводим похороны. Время, оно не зависит от нас. Сегодня мы не говорим о времени, как время прошедшего. Мы смотрим на время, как что нам сделать в будущем. Знаете, у Бога есть элемент благословения, и каждый из нас его хочет. Мы хотим прожить жизнь так, чтобы нам не было стыдно перед нашими родителями, перед нашими детьми, перед нашими внуками, чтобы в истории оставить след. И этот след, он должен быть явным. Этот элемент благословения заложен в Божьем обещании счастья и процветания. Ведь каждый из нас хочет процветать. Правда? Каждый из нас достоин счастья. Каждый из нас достоин переживать некое благоволение, в первую очередь благословение от Бога, которое выливается в материальную сторону, в социальную сторону, в семейную сторону. Мы ожидаем от Бога. И все-таки Бога есть это обещание. Что мы делаем? Мы ищем. Так вот, чтобы получить ожидаемое благо тут на земле, Господь Бог заповедовал несколько заповедей для благословения. Когда пришли к Иешуа его ученики, вернее, не ученики, а оппоненты, один из фарисеев, который искал фактически благословение, потому что слово благословение связано всегда с заповедями. Если вы будете следовать заповеди моими, вы будете что? Благословены. И в доме, и будете на поле, и так далее, и тому подобное. И вот здесь люди ищут, какая из заповедей больше всего может повлиять на мою жизнь, чтобы моя жизнь была счастливой. Ведь правда, да? Мы ищем ту формулу счастья и думаем, какая из этих самых важных заповедей, которая поможет изменить мою сущность, мое окружение, и вдруг я стану богатым, вдруг я стану без нужды, у меня будет лучшая квартира, лучший дом, тепло в доме и тому подобное. К Иешуа пришел фарисей и спрашивает, какая из заповедей самая-самая важная, с надеждой того, чтобы если он мне скажет, я стану лучше, я стану счастливее. Иешуа отвечает очень интересными фразами. Это написано в Марка, 12 глава, 30 стих. «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумом твоим, и всей крепостью твоей». Вот первая заповедь. Вторая, подобно ей, возлюблю ближнего твоего, как самого себя, иной больше сих. Заповеди нет. Он отвечает простыми вещами. «Если ты хочешь быть счастливым человеком, возлюби Господа Бога твоего». Путь к счастью – возлюбить Господа Бога твоего. И вторая часть, говорит, вторая, не забудь, вторая часть – путь к счастью – это возлюби ближнего, как самого себя. Каждый из нас знает все эти правила, то есть знает заповеди. Мы знаем и пытаемся из всех наших сил следовать за ними. «Любить Бога и любить людей». Знаете, на первый вопрос, как говорит «любить Бога», мы всегда сможем найти оправдание. Почему мы, например, не можем до конца возлюбить Бога? Какие-то еще причины. Почему у нас нет страсти, рвения о Божьих делах? Мы всегда найдем выход, ответ такой. Типа, Бог все знает, и если у меня нет настроения, то чего ему надоедать? Типа, знаешь, вот общение с Богом. Вот это такое. Мы всегда находим причины, почему нам не исполнить первые заповеди. Интересно, что на второй вопрос возлюбить ближнего, знаете, кроме близких самых твоих детей, твоих родителей и так далее, как любить людей? Вот здесь идет вопрос, который в себе черпает такой ответ, который непростой, потому что он заложен в плоскости общения. Людей любить можно тогда, когда вы с ними общаетесь. Потому что чаще всего мы говорим, мы любим всех людей, имея в виду, что я никого не знаю, все нехорошие. Вот там ведь все хорошие. Но возлюбить людей означает с ними общаться, потому что эти люди всегда приносят с собой чувство испытания. Я знаю, что есть много людей, мужчин, которые женатые. Кто женатый у вас? Поднимите руки. Кто-то не поднимает совсем, потому что, не знаю, женат или не женат. Как ты думаешь так? Кто это женатый человек? Вот я поднимаю руку. Остальные думают еще. Хорошо. Момент очень простой. Очень простой. Когда мы говорим о возлюбии ближнего своему, в первую очередь о жене. Думаешь, как возлюбить ближнего, чтобы ты не выходил из себя, чтобы получить благословение. И чаще всего тебя раздражает то, что она делает. Думаешь, Боже мой, ну сколько терпения нужно. Вот здесь заключается сам принцип. Любить людей, значит, нести их отношения. Предоставить им Божью любовь, которая в нас. Значит, общаться. Делать то, что делал Ишуа. Заботиться. Любить людей, значит, любить их хорошие стороны, плохие стороны. Какие бы они ни были. Худые, толстые, рыжие, лысые, как якобы и другие. Мы всегда должны понимать, что мы должны любить людей. Забота о вздовах, сиротах. Доверять им, когда они тебя обманывают. Вот это означает любить ближнего, как самого себя. Мы же иногда себя обманываем, да? Каким образом? Какая хорошая вещь. Вот мне бы такую. Купил, она сгорела. Мы себя обманываем тоже. И потом прощаем себя. Мы же себя очень любим. На самом деле, вопрос достижения людей. Сегодня я говорю тему, которая может быть непопулярна среди верующих людей. Это тема благовестия. Любить людей, значит, общаться. Благовестие. Почему благовестие непопулярно сегодня? Вот я спрошу вас. Почему у нас вообще среди людей или верующих, христиан непопулярно благовестие? Некоторые скажут, я с вами не согласен, я благовестую, я евангелист и так далее. На самом деле, у нас есть предвзятое отношение к благовестию. Потому что это уже устарелый метод. Потому что, когда мы говорим о благовестии, у нас сразу в голове трактаты стоят с каким-то большим плакатом. Типа, все идут в ад. Или там, покайте, все идут в ад. А если взять другую сторону и сказать, да, Бог любит тебя. Понимаешь, что грешники грешат. Мы, когда думаем об евангелизации или же благовестии, мы почему-то думаем с экстремальными условиями. Например, мы думаем, почему оно не получается. Потому что этот старый метод. Люди сами придут к истине, к Богу придут. Я встречал людей, которых, особенно вот уже взрослые, когда говорится о их детях. Мы общаемся с ними, говорим, слушай, почему твои дети? Почему ты не пытаешься донести к им ту истину, которую ты собзнаешь? Почему ты не приводишь в общину и так далее? И ответы часто слышу такой. Пускай сами дойдут до такой истины. Я-то дошел. Понимаете, да? Я думаю, что есть такие моменты, когда люди говорят, они сами должны дойти. Что им навязывать эту веру? Пускай сами придут к Христу, к Мессии. Или один из очень популярных таких ответов, я к этому не призван. Чаще всего я призван даятелем. У него еще ни копейки нет, но он призван к даятелю. Еще ничего не продал, ничего не купил, еще ничего не положил, не был банкротом, но он уже все, он уже даятель. Знаете, я к этому не призван. Есть такие люди, которые говорят, я стесняюсь. Ну, понятно, потому что попробуй там одень майку нееврея, но за Иисуса и пойти проповедовать. То есть, конечно, тебя и за Иисуса, и за нееврея, и за всех получишь сразу. Поэтому можно говорить, я стесняюсь. Боговествовать. У меня нет на это время. Вот это самый интересный вопрос. У нас времени нет. Рэбе, если бы знали, как я зашился в своих делах. У меня там на работе дети, свиньи, куры и так далее. И думаешь, откуда куры, свиньи на одном маленьком балконе у человека. И думаю, откуда все это такое. Все сразу весь зоопарк. И понимаю, что людям просто хочется сказать, что у меня, уйдите от меня, не морочьте мне голову, у меня вообще ни на что нет времени. Я хочу сказать им иногда, о вечности есть время подумать? Если есть, значит, нужно думать и о том, что есть люди, которым это нужно. И самое тоже последнее, что вообще им говорить. Я когда начинаю говорить, я не знаю, что им говорить. И, наверное, это настоящие наши ответы. Вот внутренние, если так посмотрите в себя, это наши настоящие ответы, почему мы не благовествуем. А если я вам скажу немножко другую ситуацию, что при благовестии открываются источники благословения. Помните, я задал вопрос о том, что мы хотим, чтобы мы были успешны, мы хотим, чтобы Бог нас благословил, мы хотим исполнить заповеди, которые нас сделают успешными, процветающими людьми. И я вам скажу, благовестие, благовестие – один из методов, которые Бог открывает для благословения. Мы не задумываемся над тем, но это правда, это истина, потому что Исайя 52,7 говорит, «Как прекрасно на горах ноги благовестника, возвещающий мир, благовествующий радость, проповедующий спасение, говорящий Сиону, воцарился Бог твой». Другими словами, настолько эти люди благословенные, что Бог открывает для них возможность быть в благословении. Ишуа говорит простые вещи. Вы не берите с собой ни суммы, ни хлеба, идите благовествуйте. То есть за вас Бог позаботится. Я не имею в виду, чтобы мы не работали, я не имею в виду, чтобы мы не трудились в своем доме. Я имею в виду, когда мы хотим исполнить волю Божью, а в этом есть воля Божия. Помните, я сказал, «Возлюбить Господа Бога твоего» и ближнюю, как своему себя, потому что не благовествовать людям является грехом. Мы не проповедуем просто. Мы не просто говорим «благовестник». Я говорю о том, что мы несем весть. Человек, почему благовестие является основной темой Евангелия. Потому что это хочет Бог, это хочет наш Господь. Есть много вариантов благовестия, разных стилей. Я знаю, что люди говорят, вот надо собирать большие стадионы, как делает это Рехетбонке. Стиль Рехетбонке. Это уникальный человек, который собирал миллион, на одном служении миллион людей, которые собрать в одном месте. Я был в этих странах, где Бонке я собирал по миллиону людей. Есть принципы такие, как Билли Грэма, Джонатан Берниса, еврея за Иисуса, тоже есть стиль. Есть разное, много стилей благовестия, и все они имеют свой уникальный результат. Но когда мы говорим с вами о благовестии, что нас с вами пугает, смущает? Стиль, образ или зачем это надо? Давайте попробуем немножко разобраться с этим. Я сегодня говорю очень серьезную вещь, потому что мы стоим накануне многих перемен, в первую очередь своих собственных перемен. кто призван к этому делать? Кто к этому призван делать? Ответ правильно. Иисус. Мы понимаем, что говорится ко всем, но правильный ответ Иисус. Вот он призван, а я не призван. Кто призван? Если мы называем себя учениками Ишуа, тогда с радостью исполняем его волю. Правда? Или нет? Если мы говорим, что мы верующие люди, тогда мы с радостью выполняем его волю. Если бы вам сказали, просто позвонили или пришла СМС, как бы просьба такая, пойти, Валентин, пойди на улицу Сегетскую, 33, там будет человек, с ним поговори, он вручит тебе конверт. Ты думаешь, либо это засада, но если не испытать, то не знаешь, что будет. Ты можешь отказаться от этого. А можешь пойти. Кто выберет пойти? А кто выберет не пойти? Пойти на Сегетскую. Боже мой. Еще ночью. Поговорить с каким-то человеком. Поговоришь с ним, он тебе что-то даст. Либо в лоб, либо еще фингал, чтобы сиять везде. Вот какая задача. И вот если ты придешь туда, ты поговорил с человеком, раз тебе конверт дают, ты открываешь, а там 200 баксов. Ты можешь, ну хорошо пошел. И написано, за то, что поверил и был послушен. Правда? Интересно. Вот интересно. А ведь, когда касается материальных вещей, то мы готовы страдать, фингалы получать. И это самое главное, чтобы было 200 баксов. Помните, я говорил, что благовестие, оно печали вообще не приносит. Благословение Божие печали не приносит. И выполнение одной из заповедей является благовестие выполнение. То, что открывает двери для тебя, для твоего процветания, для твоего умножения, для того, чтобы иметь нечто особенное от Бога. Мы не можем сравнивать это с деньгами, мы не можем сравнивать это с каким-то еще финансовым прибылью, но мы можем сравнить это с обогащением, когда ты благовествуешь перед людям. Вы знаете, и так идите, научите все народы, крестя их во имя Ишуа, Мессии, Отца и Сына и Святого Духа, соблюдать все, что я запобедовал вам. И я все с вами во все дни до скончания века. Ишуа говорит всем, идите. Это то, что сегодня нам необходимо понять, что мы все должны идти. Вам хочу сказать, что не делать, не делиться нашей верой, нашим упованием, то, что Бог сделал для нас лично, является грехом. И Яков 4,17 говорит, итак, кто разумеет делать добро и не делать тому грех? Скажите мне, пожалуйста, сказать человеку добрую весть, быть подшталенным в доброй вести. Это добро или зло? Это зло, наверное. Ну, конечно, если взять так, как некоторые говорят, я знаю, что Максим Максимов сегодня, он не может приехать в Казахстан, потому что на него завели уголовное дело. по одной причине одна женщина написала в полицию, что ее дочь была зависимая от наркотиков и так далее, попала в эту общину, и она как бы стала свободной, но вы знаете, она начала туда деньги носить. По этой причине на него возбудили дело уголовное, что человек был как бы конченый, обдолбленный, умирал, вдруг, во время, когда принял Иешуа личным спасителем, ожил, стал нормальным, освободился от наркотиков, стал преуспевающим, и мама, я сказала, она сошла с ума. Она начала носить финансы и помогать бедным и таким же людям, как она. Конечно, если благовестие это такое зло, то я не знаю, как это будет. Но если говорить людям добрую весть, это добро, тогда, если мы это не делаем, относительно Якова говорится, что это грех. Мы в нашем обществе вообще привыкли на самом деле проходить мимо, когда кого-то избивают, когда на кого-то кричат, когда ругаются матом, когда унижают. Мы стараемся пройти мимо, мы никогда не всовываемся в эти дела, правда? Моя хата с краю, ничего не знаю, здесь меня не было, я ничего не видел, вот эти руки ничего не брали, как всегда у нас. Мы научены в постсоветском нашем разуме, все, что происходит, дом горит, нужно пройти мимо, чтобы не казались, что я потом подпалил там что-то. Или, если что-то происходит, у нас состояние пройти мимо. И, наверное, вот эта проблема, почему мы не благовествуем, потому что оно мне надо, я лучше пройду мимо, чтобы там хай поднимут такой, что-то самое, что-то самое, мета, и хватит на потом. Мы привыкли с этим сознанием двигаться по жизни. Где нам это делать? Кажите, где нам делать? Конечно же, здесь, вот, друг к другу. А ты, сестра, вообще верующая? Вот так вот делать и говорить, вообще не понимаю, какие-то верующие. Покаяться надо. Мы здесь, вот тут, вот вместе, мы друг друга лечим аж гай шумить. Мы друг друга лечим со всех сторон. Мы замечаем, кто в чем одержит, кто как был, кто как не был, сколько раз пришел, сколько раз ушел. И мы постоянно хотим вылечить больных людей. Вот это благовестие мы несем. Благая весть. Сестра или брат, где ты был? Где нам это делать? Везде. На каждом месте. Вопрос самый интересный, который мы можем задать. Зачем нам это надо? Что я с этого буду иметь по-одесски? Я вам скажу, это просто, это выгодно. Вы скажете, не понял? Это очень просто. Выгодно. Это очень выгодно для нас. Выгодно нам, потому что мы очень послушны в этом моменте. Когда Бог говорит, делать нужно, нужно делать. Это выгодно. Например, мои дети понимают, что если они послушны папе с мамой, делают все, как мы просим, им выгодно, потому что в конце такого небольшого труда какого-то, или какого-то, то, что ты им приказал сделать, есть для что? Вознаграждение. Они же не знают, чем мы хотим их благословить. Может быть, конфетами, может быть, тортиком, может быть, пойти в кино, а может быть, что-то еще. То есть, другими словами, быть послушным в повелении о благовестии, да, вот, есть своя выгода, простая, простая выгода в том, что ты просто послушан, и послушан ты Богу, и это, я не знаю, как еще объяснить, такие вещи, которые правильно в нашей жизни происходят, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется, но как призывать того, в кого не уверовали, как веровать того, о ком не слыхали, как слышать без кого? Проповедующего. Когда все это происходит, ты получаешь массу удовольствия. Фактически, это похоже на ту большую очередь, которую мы привыкли, кто там, кто родился в Советском Союзе, и сейчас до перестройки, мы привыкли к эти длинные очереди, которые были, и ты не понимаешь, что там происходит, и первый вопрос задаешь, что продают? Помните, да? Что дают? Что дают? А ты не понимаешь, это же испорченный телефон, и не понимаешь, то ли импортные, то ли венгерские, то ли швенгерские, какие-то там куртки, и куртки, а оказывается, что это куры вообще, как бы так, но ты стоишь, все стоят, и ты стоишь со всеми. Знаете, а вот были такие люди, которые из-под полы могли достать дефицит, правильно, да? И никто никому не скажет, никто никому не скажет, где он взял это. И на вопрос, а где взял? Помните, классика, места надо знать. Места надо знать. Не скажет никому, надо места. Знаете, на что мы похожи? Похожи сегодня на нас. Мы получили с вами дар от Бога, спасение, прощение грехов, вечную жизнь, обещание вечной жизни. Но мы себя ведем, как будто, знаете, это настолько из-под полы мы достали, настолько это такое невероятное, что мы говорим, надо знать места. Где ты это получил? Это места знать. Куда ходишь? Надо знать места. Люди говорят, скажи нам о Боге. Надо знать места. Мы себя ведем, как будто мы живем в Советском Союзе. Я верю, что нам нужно изменить наше мышление, потому что люди сегодня ждут эту простую, благую весть. Всем нам Бог дал уникальность в том, что мы получили прощение, жизнь вечную. Хотя Бог сам мог открыть небеса и сказать, здравствуй, человечище. Я Бог. От страха, наверное, все бы умерли. Знаете, какая проблема с человеком? Он посмотрел, как евреи, посмотрели на него, что расступилось в море. Через него прошли, обратно оно посмотрело, на него закрылось. Через пять минут забыли, что оно открывалось. Даже если Бог открыл бы небеса, а явился бы каждому из нас, всему человечеству, через пять минут закрылось бы, мы сказали, чур, что-то было. Мы хотим с этим постоянно быть, жить. Поэтому Бог использует таких людей, как мы, чтобы мы могли показать на собственном примере, что с нами произошло, какая перемена у нас, какими мы другими стали и что ценного в том, что мы приняли Бога. Я помню, когда мне мои друзья, которые одноклассники, мы встречались, они узнали, что я верующий, благовествовал. Они мне говорили, Валентин, ну жаль тебя вообще, жаль. Я говорю, что такое? Ну теперь тебе нельзя будет напиться, на дискотеку, там наркотики нельзя, там бабы, там клинопойти нельзя. Я говорю, ох ты, ничего себе. Я говорю, ты знаешь, точно мне нельзя. Это вообще, крас нельзя, ругаться нельзя, убивать нельзя, можно только быть хорошим человеком. Я говорю, вот это хорошо. Я говорю, смотри, я ему говорю, простая вещь, ты прав, то, что ты мне сказал, вот это все нельзя. Но представь, теперь свою очередь, тебе, кому все можно, ты пошел на дискотеку, там немножко ты чего-то ужрался, чуть перепил, что-то кому-то сказал, полез к какой-то девушке, ее парень тебе надавал по шее, ты приходишь домой, открываешь дверь ногой, жена тебя встречает, как дела, ты ей промежглаз, и у тебя все хорошо? Весело? И так каждый день. Вот это вот у тебя жизнь, вот это хорошая жизнь. А ты возьми, с меня что взять? Я пришел к Богу, я понял, что у меня Конституция запрещает мне иметь три, четыре, пять, две жены даже. У меня только должна быть одна жена, которую я должен любить. Я должен все сделать, чтобы ее полюбить. Она, чтобы меня полюбила, нужно мне что-то сделать. Правильно? Или я неправильно сказал? Правильно. Теперь, я не краду, не пью, не нажрался там все такое, потому что не открываю дверь ногой. Она понимает, что если я не открыл дверь ногой, значит все хорошо. Я пришел с любовью, поцеловал, говорю, как дела? Дал цветы. Ты цветы даешь? Не знаю. Подарил цветы. У меня дети растут. Я с ними на коньках покатался, в кино сходил. Я хороший гражданин, я ни краду, ни пью. Что плохого я сделал? Он подумал на меня, говорит, ничего. Я говорю, так какая разница? Ты мне говоришь, что я принял Бога, и мне стало хуже. Я думаю, что тебе плохо. В сущности, я говорю, что может измениться? Он говорит, ну тысячу раз уже доказано, что Бога нет. Я говорю, хорошо, кто-то там летал где-то в космосе, доказал, что его нет. Вопрос, ты живешь своей жизнью, своей простой жизнью, вот этот напился, накурился, ногой открыл, получил, и я живу той жизнью, которую дал мне Бог. слюбил свою жену, расщил своих детей, люблю их, хороших гражданин своей страны. И вопрос, если Бога нет, ты помер, и я помер, что изменилось? А вопрос, а если он есть, что делать с этим? Кто будет в выигрыше? Фактически, когда мы говорим о том, что благовестие это необходимая часть, вопрос, когда нам это делать? Когда нам делать? Мой ответ всегда. Второй Тимофеев 4,2 говорит, проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, обещавай со всяким долготерпением и назиданием. В своей жизни, конечно, я нашел или встречал много хороших благовестников, евангелистов. Но знаете, я больше встречал плохих евангелистов, не знаю почему. Я хороших встречал, но плохих я встречал чаще, потому что они пытались мне всегда доказать напором, на свою точку зрения о Боге, о грехе и о правде. Знаете, встречаешь, у него пина с рта идет, не почистил зубы, думаешь отвлекаться от него, думаешь, не знаю, как от него отцепиться, и он тебя давит этим евангелием, ты не понимаешь, что происходит. Я больше встречал таких людей, но я верю, что стиль, который Ишуа имеет для евангелизации, был не похожий, мы не привыкли к этому. Мы хотим бы на что-то похожее, но мы не привыкли. Если вы посмотрите на служение благовестия Ишуа, тогда вы сможете увидеть немножко другой стиль. Он устраивал, он не устраивал полемику с грешниками. Абсолютно. Он не пытался их, знаете, полемизировать какие-то вопросы политики. Он с ними кушал, он с ними жил, он общался с ними, он любил их. Знаете, он даже, и он это делал с грешниками. Он любил врагов, любил вдов, сирот, грешников и мытарей. Одно из таких эволюционных служений, которое мне понравилось в его стиле, было в одно время, когда он проповедовал или благовестовал самаритянке. Мы вообще не знаем ее имя, если Мария Магдалина, там другая Мария, мы их знаем, а это человек, которого мы не знаем ни имени, ни происхождения. Знаешь, что у нас самаритянка? Ну, знаете, там очень интересные вещи. Надлежало же ему проходить через Самарию. Итак, проходит он в город самарийский, называемый Сихар, близ участка земли данного Якова сыну своему Иосифу. Там был колодец Яков, Лев, и Шуа, утрудившись от пути, сел у колодеца. Только этот момент как раз многие бывшие наркоманы или только-то наркоманы как раз используют как неправильное настроение. Чаще сказать, сел Иисус у колодца. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. И Шуа говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня в самарянке? Ибо иудеи и самаряне не сообщаются, Ишуа сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, кто говорит с тобой, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Вы знаете, стиль евангелизации или благовестия Ишуа был очень уникальным. И вместо того, чтобы иметь претензии к человеку, типа, ну слышишь, я умираю здесь, дай пить. Ну да, ну как люди говорят, любят говорить по-одесски, знаете, да, женщина, которая имела несколько мужей и еще там сожительство с кем-то, можно назвать по-одесски как? Шмара. Ладно. Скажите, вот это да, вот это разошелся. Да, ну дайте реальность, которую мы делаем. Мы сказали, вот, он не начал придираться или же иметь безразличие к ней, там типа, отойти, мы не общаемся. Он проявил заинтересованность. Откуда мы знаем, что он проявил заинтересованность? Вот с самого начала он хотел уйти из Иудеи в Галилею. И написано, что и должно проходить было через Самарию. Можно было обойти. Но он пошел, потому что он знал, что у колодца будет женщина, которая придет после времени черпания воды. Почему? Потому что она отвержена народом, она унижена народом, ее считают не за что, она грешница. Она придет искать воды или подчеркнуть воды. Другими словами я иду туда, чтобы дать ей надежду, чтобы дать ей упование. Поэтому Ишуа говорит, если бы ты знала. И самое интересное, что Ишуа шел к источнику, зная, что она будет там. Потому что он оставался там, он устал. Если бы я устал и хотел бы что-то покушать, попить, я пошел бы, наверное, со своими учениками, но намеренно остался, чтобы донести этой женщине, которая без имени, ту Божью надежду, которую она искала. Вы сегодня находитесь в этом городе. Вы живете в Одессе, где Бог посылает вам навстречу или посылает вас навстречу людям, которым нужна помощь. Тем людям, которые отвержены, которых считают ни за что, которые, может быть, и грешники, Бог посылает вас к этим людям, чтобы вы не начали с безразличия к их жизни, а наоборот, проявили заинтересованность простых вещей, таких как дай мне, пожалуйста, воды. Дай мне, пожалуйста, воды. Но мы часто похожи на Иону, того же пророка, будем говорить, которого Бог посылает в Неневию. Помните, да? Мы очень часто похожи на такого людей. Благовестство. Если они не покаются, погибнут. И, конечно же, у Ионы, как у хорошего еврея, который окружен всякими врагами, вавилонскими и так далее, может быть, это Сирия, вот эта часть, и мог бы сказать, ого, если они покаются, значит, Бог помилует, а если я не пойду, значит, они не покаются. Если они покаются, значит, Бог их уничтожит. Значит, нужно идти куда? В обратную сторону. У нас же так же само получается. У нас есть люди, которые нам должны денег, например. И Бог нам стучит в сердце и говорит, пойди к Нему, пообщайся с Ним. Скажи Ему добрую вещь, скажи, что Бог его любит и что милость и Божия к Нему. Он должен прийти к Богу. Мы говорим, правильно, Господи, я пойду, он покается, значит, сто процентов денег не отдаст. А если денег не отдаст, значит, что я буду делать? А если я не буду ничего говорить, он не покается. Ты же на моей стороне, ты же защищаешь детей своих, ты против грешников, против, ну, строптивых, значит, ты его накажешь, он поймет, что со мной шутить не надо и вернет мне долг. Значит, что мы делаем? Поворачиваемся в обратную сторону. Мы так делаем, потому что мы не знаем, что мы хотим донести людям. Нам кажется, что мы должны что-то говорить о Боге и очень важной о Боге, потому что мы понимаем, что это часть евангелизации, часть благовестия. Чтобы использовать стиль Ишуа, нужно использовать мудрость, подхода к людям, сделать вывод из того общества, которое мы имеем. Знаете, что я хочу сказать? Ишуа использовал колодец, самарийский колодец уже в то время, как причину. она говорит простые вещи. Воду, которую я тебе дам, ты еще от нее будешь жаждать. Дай мне ту воду, которая у тебя есть, от которой я не буду жаждать. Другими словами, колодец самарийский у каждого человека свой. Это светская жизнь, это может быть успех, секс, это может быть привзятость какая-то. у каждого свой колодец, от которого ты постоянно жаждешь. Опять и опять хочешь от того же ощущения. И вот Ишуа приходит в эту среду, чтобы пообщаться на том уровне, на котором люди сегодня разговаривают. И в этом разговоре предлагает им выход. Мы же не любим общаться с людьми, которые вокруг нас матом ругаются. Правда? Нам аж это режет уши. «Ух!» Мы говорим, при нас не надо. Ну, так же, правда? Мы сразу даем им понять, что я не такой, как ты. У меня есть свои отношения, у тебя это вообще как бы так шушара-мушара, ты тебе сиди здесь. Ишуа идет к ее колодцу, просит у нее воды, пытается разговаривать с ней на уровне, которым мы, она привыкла говорить в ее ситуациях, в ее проблемах. Чаще всего, когда мы общаемся с людьми, мы хотим показать им наше мышление, то есть, наше знание о Боге, наше переживание, и не слушаем людей, которых в проблемах. и она говорит к нему, как в этой ситуации, в которой ты же еврей, я всего лишь человек, и мы имеем общение. Ишуа обратился к ней на языке нерелигиозного, нерелигиозной инквизиции, потому что мы привыкли к религиозной инквизиции. Другими словами, мы иногда используем религиозный слайг настолько страшно, что нам самим, если бы послушать, что мы говорим, становится дуже, как сказать, по-украински, моторошно, да, даже вот это страшно. Например, разговоры, может быть, это, может быть, какие-то люди общаются, может быть, вы не так общаетесь. Слышишь ты, халдей, непотерянный, вообще ты, вообще, познал ли ты Божьей благодати? Пережил рождение свыше? А, вижу, вижу. Ты не свободен от прощения, не очищен кровью Христа, по которой мы омыты, и не кнулся в баню водную посредством воды, очищающей грехи, не стал членом тела Христова. Как страшно услышать такие слова человека, который вообще не понимает, о чем речь идет. Думаю, сейчас мне точно какую-то секту сейчас голову отрежут, и кровь пойдет, и вам это будет все в теле Христовом. Мы сами неграмотные и пытаемся научить людей, которые вообще в этом не имеют смысла, вообще не понимают. Халдей, слово халдей, а еще не обрезанные, думаю, что вообще все-таки к стародичкам. Мы понимаем, что мы не понимаем, о чем мы говорим. Я советую не использовать религиозные термины ни к ним, ни к себе, а быть простыми, как Ишуа. Он с ними ел, общался, он ходил к ним в домашнюю группу, он был на пикнике с ними. Наверное, что я могу еще сказать о благовестии Ишуа в стиле его, это то, что он использовал то, как я говорил, чувства людей для того, чтобы поговорить с ними. Наша цель познакомить людей с примирителем душ наших. Евангелие, как его преподать? Дайте я попробую вам сказать, как общаться с людьми. Евангелие заключается в том, что все, все, что мы делаем и все, чем мы себе вредим, не ново под этим солнцем. так поступали люди до нас. Мы унаследовали нашу худшую сторону человечества, но так не было всегда. Это для того, чтобы нас вернуть в наше достоинство и в нашу прежнюю славу. Бог 2000 лет назад послал Сына Своего в образе человека для одной миссии помочь нам вернуться обратно, заплатив за это возвращение своей жизнью. И мало того, Он воскрес из мертвых, чтобы нам, нас оправдать перед Творцом в то время, когда мы покинем эту землю. Если мы сможем донести людям простую фразу о том, что то, что ты делал и то, что ты проходишь, твои обстоятельства, ты в этих обстоятельствах не первый и не последний. Так проходили люди до тебя. Это все произошло по причине того, что мы отказались жить другим способом. Но у Бога был план, и он этот план предъявил Вишуа. Чтобы для того, чтобы тебя вернуть обратно, что для этого нужно? Очень просто. Согласиться с тем, что тебе нужно изменение. Если ты не согласен, то не получится. И второе, попроси, чтобы он стал твоим царем. Потому что когда мы уйдем из этой жизни, когда мы перейдем черту смерти, он и для этого воскрес, чтобы оправдать нас потом. Услышите это? Знаете, одна история, которая меня очень впечатлила, которая произошла с Александром Македонским. В его доблестной армии, которая завоевала полусвета, был солдат такой лоботряс. С этим солдатом всегда были связаны всякие беды. То он опаздывал, то он не был дисциплинированным. Этот слух о нем расшелся очень сильно в армии и был плохим примером. Не знали, как его наказать, потому что он был греком. Об этом донесли Александру Македонскому, и тот захотел встретиться с этим солдатом, таким лоботрясом, почему настолько он нагло себя ведет и почему так вот такое его поведение. При встрече Александр Македонский спросил солдата о его происхождении и как его зовут. Солдат с большой гордостью сказал, что его зовут Александр. И тогда Македонский наклонился к нему и сказал, либо имя смени, либо живи достойно. Услышьте, у нас с вами есть имя, имя, которое мы запечатаны, запечатлены фактически, в день искупления. Так давайте мы станем благовестниками благовести о Ишуа, чтобы привести на праздник вот такой, как у нас будет в своей домашней группе людей, которым нужен Бог. И я верю, что в этом городе их очень много. Мы сейчас ставим наши ноги. И я надеюсь, что мое послание, которое я сегодня сказал, поможет нам увидеть благовестие в стиле Ишуа немножко другими глазами. Нам нужно быть простыми людьми. Ишуа не представлял себя религиозным человеком, но он всегда мог ответить на знания, которые у него были. Он смог с ними преломить хлеб и плакать. Он пошел к самаритянке, к ее колодцу и попросил воды. Хотя, если можно так сказать, если он всемогущий Бог, вода могла просто подняться, мог напиться, он прикоснуться к земле и пошла бы вода оттуда. но он был доступен. И, наверное, мы должны быть доступными. Стиль благовестия Ишуа не заключается в знании слов библейских таких, знаете, которые нас всегда соединяют, кто мы такие, где мы начинаем понимать друг друга, хотя иногда запутываемся. Его сленг не был религиозным. Он был простым. Тем, кто мог сказать, дай мне воды, что произошло, кто ты. «И если в твоем колодце, который состоит из мужей, которые ты бросила, да, человеком, который ты сейчас живешь, он не твой муж, то есть, у тебя было пять, и с тем, кто ты живешь, этого нет, это не твой муж». Вдруг открылись ее глаза, она сказала, «Паааа, как просто он сказал, а оно коснулось меня. Я верю, что у нас есть возможность привезти с собой на праздник, который у нас будет Пурим, еще людей, привезти на простой праздник, не в религиозное состояние, где их будут встречать, с ними будут говорить. Вы знаете, на прошлую субботу была здесь девушка, которая подошла к моей жене и говорит, слушайте, мне понравилось вас, мне у вас очень нравится, потому что здесь нормальные люди меня встретили, меня обняли. Чувствуешь, как бы семья есть такая. И она говорит, а как это выражается? Он говорит, ну, летом я сама из Хмельницкого я приехала, и мне сказали, ты обязательно должна прийти в мессианскую общину и так далее. Вот я была как раз на море и хотела прийти, но не успела переодеться, пришла в это, как сказать, в пляжном состоянии, да, таком, в сарафане таком, знаете, такое. И вдруг я думала, что меня там сюда попрут, так и так сказать, неприлично, а тут люди сказали, слушай, как тебя зовут? Проходи, присядь здесь, услыши. Я думала, что, а, наверное, меня приняли за неверующего человека, поэтому они такие все славные, такие аж хорошенькие. Пришла на другой раз, немножко по-другому. И вы остались теми же. Тоже пригласили, тоже поздоровались. И я понимаю, что у вас нет лицемерия. Я думаю, если мы останемся такими же, простыми людьми, без лицемерия, говори с людьми, что у нас есть, оставив весь религиозный сленг свой позади, услышать людей и спросить, как я могу тебе помочь? Что мы можем сделать? Прийти, посетить, мы придем. Приходи к нам, мы можем помолиться. У нас есть домашняя группа. У нас есть танцевальная группа, прославление. Я вспоминаю, как у нас был Анатолий и... И Толик, и... Забыл. Юля, Юля, Юля. Может быть, многие вас здесь не знают их. Они были калеками, ДЦПшниками. Его нашел человек, который с нами работал у ящика, у мусорного ящика, еврея, который искал покушать. И он говорит, слушай, что ты делаешь? Ты достоин большего. У нас есть кухня, подойди к нам, мы тебя накормим. Я помню, как мы первый раз собирались, он такой пришел весь на... Его все раздражало. Он увидел, что у нас есть пианино, или там было клавиши, музыка. И он такой хромающий. У меня есть записи, записи, у меня есть записи, послушайте. И я понимаю, когда послушал эту музыку, она такая темная, такая, знаете, именно ночь души такой страшная. И сказать ему что-то, сказать, слушай, такое нельзя слушать, вообще ты надо каяться. Мы не могли. И мы потихоньку его пытались достигать. Он пришел еще раз. Его жена сразу покаялась. Сразу покаялась. А он так долго ишел. Потом он попытался помочь Сергею в прославлении. Сережа с ним работал. И в один день он принимает Ишуа личным спасителем. И его жизнь меняется настолько сильно, что он не только проходит водное погружение, тогда он один раз встал в прославление, говорит, я понял, что Бог не... Он хочет, чтобы мы открылись в песнях перед Ним и славили Его, благословляли Его. Его улыбка такая рассеялась. Калеки. Если бы мы их отвергли сразу, не было перемен. А эти люди по восемь километров в горы поднимались, ведя с собой еще других. Юлия вела домашнюю группу женскую. Калека. Еле передвигаясь. Толик у нас играл. Скажите, почему он играл и пел? Или там и услужили? У нас пришла трагедия. Много-много лет назад. За три недели до этого мне он говорит, пастор, вот я старею уже, моя жена тоже. Я не знаю, как я буду жить без нее. Она без меня. Кто раньше из нас уйдет из жизни? Как мне быть вообще по жизни вот так? Я говорил, Толик, я не знаю. Но я знаю точно, что Бог позаботится каким-то образом. Вообще, что-то произойдет. что я не могу тебе оттать ответ. Я не говорю, что это произошло от Бога, то, что произошло потом. Они вдвоем погибли. И еще одна женщина, которая покаялась до этого, тоже из ДЦП. У нас была трагедия. Мы до сих пор не можем отправиться от этого. У нас нет таких служителей на клавишах. Мы хотим их. Вот представьте себе, мы хотим таких людей, как Анатолий, которые ее нашли возле мусорки, привели в общину. Он изменился, служил. И настолько он надлагоценный для нас, что мы не смогли найти замену. Я знаю, что ты не замена у нас. Ты помощь. Это не член нашей общины, помощник в другой церкви, со словом жизни. Мы-то рады в этом. О чем я все это говорю? Евангелие. Благовестие. Чей это удел? Наш. Для чего? Выгодно. Каким образом? Просто. Будьте самим собой. И люди поверят вам, что ваша жизнь изменилась вот так. Я верю, что это возможно. Что все места, которые в этом зале будут заполнены, нам нужно будет доставлять еще больше. Наши группы будут наполнены, наши танцевальные группы будут наполнены, пославления будут наполнены, слушания старикам или еще другим детям все будут переполнены. Если мы сможем понять простоту того, что хотел сказать Ишуа, я за это молюсь. И вот в это время нашего хлевопреломления я бы хотел, наверное, чтобы вы пообщались с Богом. Как можно еще дальше жить? Что я могу сделать? Если вы чувствуете, что вам нужно изменить свой характер и быть прозрачным, трансперентным, такой, для Евангелия, попросите Бога. Если вы боитесь благовествовать, попросите Бога. Если вы не знаете, как благовествовать, попросите Бога. Если вы знаете, но вы никого еще не спасли или не привели к Богу, потому что вас слушать невозможно, скажите, Боже, измени и это. Сделай меня подобной мессией. Аминь. 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 Подходя сейчас к чашам и хлебу, дай нам думать о том, что ты умер и воскрес для моего оправдания. Я хочу быть сыном и дочерью. Быть послушным по велениям Твоим. Потому что это выгодно. Выгодно быть послушным. Выгодно слушать Тебя. Выгодно быть с Тобой рядом. И когда я приступаю к чаше, я хочу общаться с Тобой. Меняй меня. Во имя Ишуми Сынки. И я приглашаю сейчас вас прийти сюда вперед. Взять чашу и хлеб. Где-то прошли водное погружение. Между прочим, мы в июне месяце будем делать твилу, водное погружение. По-другому называют крещение. Если вы хотите пройти крещение, обращайтесь. Мы хотим вам помочь в этом. Те, кто не замечание, не отлочки, пожалуйста, подходите. Мы сейчас будем благодарить Бога за то, что Он сделал для нас. и он triple miracул. И вам Игорь. Субтитры создавал DimaTorzok